итак ребят всем привет в отъезде позвали меня за грибами решил покопать копаемых в этом месте короче ни хрена здесь ничего нету грубо говоря советская эпоха очень много ржавчины вот поднял одну монету 15 копеек в квадрате 1943 года и на этом у меня все закончилось сейчас приехали грибники вон они копают грибы что-то там накопали первый раз лопату держит первый раз металлоискатель держит сейчас они втроем будут копать ну а что я вам скажу со мной еще был комрад гораздо дороже такого шмурдяка он накопал вот такой советский шмурдяк вот так поедем обратно к знакомым зайдем на огород и по городику пройдемся говорят они там что-то находили на огороде пройдемся по огороду и посмотрим что они там находили если конечно что-то будет обязательно покажу вон девушки нашли первую находку в руке держит какая-то шмурдя черная ну ладно находки будет покажу ребят у нас находка девчонки нашли вот так вот ложечку ложечку у нас алюминиевая ну это обычная алюминиевая чайная ложечка да ребят интересно когда девушки первый раз прибор берут очень смешно на них смотреть вот ребята копаем мы онлайн видео ну-ка лопату бери хорошо если с трех сторон копнешь потому что травка здесь густая тяжело будет вот теперь его ковыривать ну руками не надо зачем руками просто ногой так хоп откидываешь ну лопату в сторону бери еще здесь убери лопату диман твой чермет диман и шкряп такой диман твой к земле ищем что-то большое дмитрий целая бомба диман твой ковыривать вот это от этого вот это от этого вот это от этого я сначала ядро от ушки ядро от ушки проверил а ты хочешь попасть у меня канал на ютубе поиск 63 если есть желание я могу снять и ты попадешь на ютуб я уже там есть девушка ютуба будешь надо меня там уже есть да молодец я походу тебя уже ой давай пошли о о о о о Ну-ка разламываю палом, нет, не надо, руками. Закурок может быть очень острый и может себе по-разному, хорошо? Конечно, что же я сто километров проехал? Раньше и у мужчин тоже размеры были. Да, поехали, поехали! Да, ну забирай, забирай себе. Алюминиевый. Ну как куда? На память, что ходило. Итак, ребята, откопал я на том месте, где я был с девчонками. Коп у меня, как вы видите, там не получился. Поехал домой, взял своих и поехал в гости. Ну естественно, по гостям я никогда не остаюсь, когда я еду. Я выехал на коп. Созвонился сначала с Фартовым. Спрашиваю, где он. Он мне отвечает, там-то, там-то. Я им говорю, через полчаса буду на месте. То есть, грубо говоря, я ехал туда, где он находился. Но сейчас до сих пор я не встретился с ним. Потому что они отъехали немножко на другой конец деревни. Вот. И сейчас я копаю один. Связи у меня с ними нет. Телефон я забыл в машине, рацию тоже. Здесь охотники стреляют очень-очень, как из автомата. Я видел, что парочку-троек уток здесь подсадили. Ну, ладно, у меня был сигнал. Сигнал у меня был вот такой, если вы видите. Сначала взял в кулак, что-то раз промахнулся, два промахнулся. Из кулака у меня высыпается и ударилась с обкатушкой. Получился металлический звон. И выкопал вот такой вот, смотрите. Вот такой огромный крестик-лепесток. Немножко он погнутый. Но это не беда, это ерунда. Я его отыскал, спас и схраню. Ладно, продолжаю копать. Солнышко нас высоко, буду копать. Он, наверное, до тех пор, пока насяет и не начнет темнеть. Заберу своих и домой. Ну, ладно, продолжаю, смотрите. Итак, ребята, не прошло и минуты. Минуты, даже полминуты. В этой ямке, которую я присыпал, взял пару шагов. Был сигнал неустойчивый. Вытащил камушек. И вот так вот, смотрите, он выпал. Даже вот с него еще не спряхил ничего. Вот такой вот очередной крестик-лепесток. Представляете? Большой. Вот в этой ямке я выкопал. Прошел шаг. И вот еще один был сигнал и очередной крест. Так, покажу вам второй. А то, скажется, один и тот же показываю. А вот он второй. Смотрите, как два брата-близнеца одинаковые. Ладно, продолжаю, ребята. Вон, слышу, охотники выходят. Всех уток разогнали. Наверное, 30 уток поднялось кверху. Ну, ладно, продолжаю, ребята. Итак, ребята, вон всех вон в этой области. Снял я два крестика и прошел сюда вот. И снова так же получилось, как с первым крестиком. Выпала вот такая вот монетка, ребята. Монета у нас Александр Николай II. 3 копеечки 1896 года. Ну что, продолжаю. Наверное, здесь тщательно надо покопать. Вот. Вот, ребята у нас. Листа не снимаю специально. Вот какую красавцу ребята у нас подстрелили. Видел? Видел. Меткий выстрел. Красота. Охотничий сезон. Ясно. Итак, ребята, находок хороших пока нет. И выпала у меня вот такая вот, смотрите. Оригинальная шмурдячка. Это у нас подкова. Подкова от женского каблучка. Вот такая вот набоечка. Ну, подкова, набойка. Вот формен такая вот. Симпатично. Ладно, продолжаем. Пацанов что-то не видно. Что-то они ко мне не спешат, не торопятся. Видно. У них там куча находок. Приехал я гораздо позже их. Надеюсь, у них находки будет и есть что показать вам. Итак, ребята. Подъехал я к ребятам. Они уже, к сожалению, упаковываются. Уже, в принципе, как вы видите, уже темно. И что я вам хочу сказать. Стас. Тот, который фартовый. У него как никогда, смотрите. Целая куча. Куча. Куча монет. Смотрите. Куча. Куча. Всяко-всяко разные. Смотрите. Всяко разные. И царики есть. И серебро. И ранние советы. И поздние советы. В общем, пересказывать тут очень тяжело. Смотрите. Куча монет. Я никогда, честно говоря, столько монет не находил. За один куб. Никогда. Видно, ему вот улыбнулось. Ну что, здесь я в основном зациклюсь на цариках. На цариках. Вот. Вот царская монетка. Так. Это у нас ранние, поздние. Вот. У него 10 копеек 28-го года серебро. Вот у нас с манистки монетка пробита. Вот. Ну, в принципе, я считаю, коп удался у него. Очень хорошо. Ну и, конечно, это самое. Вот у нас монетки кости. Вот видите, какая у меня тут хреновина всякая. Остановлюсь. Особое внимание на серебре. Вот у нас серебро 1900-го года. Я знаю, потому что у меня есть такая, но медная, только 2 копейки. Я не знаю, как они называются. Это у нас Австро-Венгры. Вот такая вот монета. Интересная. Затем серебро у него до революции, о нет, революции, наверное, 23-й. Они очень популярны. 22-й год и 10 копеек у нас 25-го года. 25-й год у нас, по-моему, самый распространенный год. К сожалению, он не ценится. Вот такой вот у него Павел I. от 1700-го года. Да, по-моему, 1700-й. Может быть, это был бы Петр. 799-й или 66-й. Ну, 1700-й какой-то непонятный. Немножко она убитая. Настолько она тонкая. Они немножко потолще, но не знаю, почему это такая тонкая. Так, всякая хрень, 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 хрень. И вот такая вот кокарда. Кокарда интересная тем, что она белогвардейская. Но, к сожалению, она убитая. Так, что у нас еще интересное? Так, патрончик вот интересный. Американцы поставляли такое у нас во время гражданской войны. Это 17-го года. Ремингтон. Ну, это ничего, важно. Огонь, давай сюда. Так, тут море он наковырял копеечек, копеечек. 24-й год. Двушечка. 24-й. Копеечка 24-го. Так, ну всякая остальная лабуда. Ну, что я скажу. Вот стаз, который фартовый. Смотрите, по количеству монет он превосходит. Даже фишер 75-й. Представляете, вот так вот он наковырял. Аси 250, стандартная катушка. Ну, я понимаю, почему он больше наковырял. Они ковыряли в основном в одном месте. И она работала как снайперка. Ну, вот, ребята, результаты. А я где-то сегодня шатался. Фиг знает где, хрен знает с кем. Лучше бы я поехал сюда. Ну, ладно, ребят. Закончу свой видеокоп на этой приятной ноте. Всем пока. Удачи на копе.